Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем рассматривать гениальные шашечные комбинации. Ну и сегодня мы, кроме того, рассмотрим вкратце два дебюта. Отказанную игру Филиппова и косяк Хромова. Вначале, друзья, рассмотрим дебют отказанной игры Филиппова. Партия Адамовичу с Габриэлян 1978 года. СБ4, ФГ5, ЕД4. Черные меняются, ДЦ5, и бьют Е на Е3. Белые занимают центр, черные его окружают. ЖХ4, АБ4, бой, бой на Е3. Играем АСЖ5, не давая ЕФ4. Ну, тогда обе стороны развивают свои сильные левые фланги. БЦ3, ЖФ6, АБ2, АСЖ7. Ну и в этой позиции белые ошиблись. То есть, они сыграли БЦ5, этот ход слабый. Ну, можно было, например, БА3 сыграть с равной игрой. А вот после БЦ5 уже преимущество у черных. Черные меняются, СД6. И далее в партии было БА3. Черные играют ДЕ5. Видите, связали центр белых. И у белых такая неуклюжая позиция. Далее в партии было АБ4, ЖХ6, АСЖ3, ДЕ7. Черные поставили угрозу сыграть ЖФ4, поэтому ход ЖХ4 вынужденный. БА5. Ну и в этой позиции еще была ничья. Но белые сыграли ЦБ2. Здесь уже ход считался проигранным. Но на самом деле даже здесь еще есть ничья. Вот такая уже сумасшедшая компьютерная. Черные сыграли АБ6. Ну и после хода ЕФ2 можете поставить видео на паузу и попытаться найти самый сильный ход за черных и последующую комбинацию за черных. Черные неожиданно сыграли ЕФ4. Неожиданный ход. То есть черные грозят сыграть ФЖ3, поэтому ДЦ5 вынужденный. Черные побили и белые побили на поле Ж7. Теперь черным надо точно побить назад. Белые бьют в дамки. Черные тогда бьют на поле Х4. Ну и после того, как белые бьют, черные забирают две шашки и строят треугольник Петрова с выигрышем. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, как выиграть тремя дамками против одной, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Вот такой вариант. Но на самом деле, друзья, даже здесь еще была ничья за белых. Сейчас разверну. Вот здесь поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за белых. Сумасшедший вариант. Но тем не менее, ничья была. Надо сыграть ДЦ5 и побить на Ц5. Не жадничим. И теперь на нападение белые сами проводят комбинацию. То есть сыграем ДЕ3 бой, затем ЦБ6 бой, затем ЦД4 бой, затем ДЕ5 бой, и затем снимаем 4 шашки соперника ничьей. Вот такой неожиданный вариант. Ну и теперь рассмотрим тоже сложный вариант. Если бы в этой позиции белые не сыграли ЦБ2, а пошли бы БЦ5, здесь черные владеют огромным преимуществом. Черные жертвуют шашку АБ6 и играют ЕД6. Для достижения ничьей белым надо играть точно. Надо пожертвовать шашку обратно ДЦ5 и сыграть ЕД4. Когда черные играют ЕФ4, и надо снова пожертвовать шашку и сыграть ЦД4. Черные меняются ФЕ5. Здесь надо бить Аш на Ф6. Обе стороны, видите, ставят взаимные рожны. Но здесь белые играют ЦД2 и шашка Ц3 неминуемо гибнет. То есть ЦБ2 играть бесполезно из-за ДЕ3, поэтому черные отдают шашку и пытаются пройти в дамки. Огромное преимущество у черных, но все-таки за белых есть ничья. ЕД2 и на постановку дамки играем БЦ5. Видите, дамкой бить нельзя, поэтому черные бьют на поле БЦ4. Тогда ФЕ7. Черные занимают большую дорогу. Белые ставят дамку на Д8. Ну и, как выясняется, выигрыша нет. Если, допустим, черные, допустим, уведут шашку на А3, тогда отдаем шашку еще одну и занимаем большую дорогу. И здесь черные могут провести еще одну шашку в дамке, но не более того. Выигрыша здесь, как ни странно, нет. Это позиция композитора по фамилии Ром. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Видите, обе стороны сошлись в рукопашную. И позиция просит, просто просит того, чтобы ее взорвать. Белые играют АБ4. Бой-бой. И затем играют СД4. Затем здесь надо точно побить шашкой А на С3. Черные вынуждены бить дамкой. И затем бьем на поле Е5. Черные бьют. Белые ловят дамку. Видите, за счет того, что образовался так называемый шлагбаум на поле Д4. Видите, черным мешает своя же шашка. И затем наносят свой финальный удар. Вот таким образом. Ну, сюда играть бесполезно. Просто нападем. Отдадим дамку. И выиграем. Черные еще сопротивляются. Допустим, играют ДЕ3. И тогда играем дамкой на поле Е5. Надо играть ЕF2. Ну и здесь еще фрагмент знаменитого этюда. То есть нападаем на шашку черных. Ну и куда бы они ни пошли. И сделаем белых выигрыш. То есть если сюда, то дамка ловится. И белые побеждают с помощью оппозиции 2 на 2. А если черные ставят сюда. Тогда зажимаем дамку черных на двойнике. И затем ловим дамку. И легко выигрываем. Следующая позиция. Из дебюта косяк. CB4, FG5. GF4, GF6. BC3, BC5. Видите, очертания белых и черных шашек. Напоминают дверной косяк. Поэтому дебют получил такое название. CB4. Ну и здесь лучше всего за черных придерживаться. Симметрии сыграть GH4. Ну и черные разменялись. CB4. Тогда белые играют FG3. Здесь надо было черным разменяться вот таким образом. Ну у белых минимальное преимущество. Как видите, GH4, конечно, играть нельзя. Потому что белые пожертвуют шашку временно. Тут же ее отыграют. И следующим ходом заберут шашку черных F2 с выигрышем. Черные в этой позиции сыграли BA3. Когда белые связали левый фланг черных. И здесь уже у белых огромное преимущество. Еще можно было черным разменяться вот таким образом. Но черные предпочли сыграть ED6. Когда белые играют HG3. Ну и в этой позиции черные ошиблись. Сыграли AB6. Этот ход уже окончательно проигрывает. После хода EF2. Но в партии белые сыграли GH2 и выпустили выигрыш. После хода GH2 у черных все-таки была ничья. Надо было сыграть FG7. Но здесь форсированный вариант возможен. Покажу вкратце. AB2. BC5. EF2. CB4. CD4. Все форсировано. Ни одной стороне не отвернуть. BC3. Бой, бой, бой. Надо отыгрывать шашку. Белые играют BC3 и нападают. Кажется, что черным остается только сдаться. Но здесь находится неожиданное спасение. FE5. Приходится бить на B6. И здесь надо сыграть черным GF6. То есть черные грозят подорвать пункт D4. А белые ничего не могут с этим не делать. После BA7 играем ED4. И черные попадают в дамки. Бой, бой. Ну и после хода CB6 неожиданно выясняется, что несмотря на две лишние шашки, у белых выигрыша нет. В этой позиции ничья. Как ни странно. Но в партии черные решили после хода GH2 разменяться. Вот этот размен уже окончательно проигрывает. Белые также меняются. И после хода DC7 белые играют EF2. Здесь есть два варианта. Либо строиться таким клином. То есть сыграть FE7 и HG7. Либо сыграть FG7. Ну давайте рассмотрим оба варианта. После FG7 белые играют FE3. Ну и на ход CB6 играем CD2. Грозим сыграть FG5. Здесь есть два хода за черных. После хода AB2 белые проводят очень красивую и неожиданную комбинацию. Ну любой человек искал бы комбинацию после хода FG5. Но друзья, сделаю подсказку. Здесь выигрывает другой ход. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Комбинация из партии Константинов-Воронцов 1974 года. Белые играют HG5. Приходится черным бить три шашки, другого нет. Когда белые играют CB4, черные бьют на G3. И белые бьют четыре шашки соперника. Видите, шашка черных G3 под ударом, поэтому приходится отходить. Когда белые отдают еще одну шашку, затем еще одну. Ну прорываются в дамки. То есть видите, затем обрежут три шашки соперника и легко выигрывают. Так, это первый вариант. Если здесь не играть АБ2, а сыграть БЦ5, тогда у белых здесь тоже есть выигрыш. Играем FG5. Бой-бой. И здесь надо сыграть точно ДЕ3. С идеей затем напасть CB4. Ну и здесь есть два варианта за черным. После Fe7 белые проводят несложный ударчик. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти ударчик за белых. Играем ЕД4, затем CB4, затем GF4. Ну и как бы черные не побили, даже если на G5 побьют, мы все равно бьем именно на поле B6. С выигрышем. Так, еще в этой позиции возможен ход АБ2. Но тогда здесь белые побеждают уже позиционно. Видите, ЕФ4 не дает выигрыша. Несмотря на лишнюю шашку, позиция абсолютно равная. То есть черные играют ДЕ3. GF4 играть бесполезно будет шашек по ровному, поэтому БЦ5. Да, ЕД2. CB6. Черные ставят дамку на поле Ц1. Ну и после хода БЦ7 играют GF6. Видите, дамку ставить некуда, поэтому приходится отдавать шашку лишнюю. Ну и партия заканчивается ничей. То есть в этой позиции после хода АБ2 нельзя играть ЕФ4, надо сыграть именно CB4. Ну тогда после хода ФЕ7 белые меняются вперед и выигрывают. Например, ЕД6, HG5, GF6, ЕД4, HG7, DE5, DC5. Нападаем на шашку. Ну черные еще сопротивляются, играют CB4. Мы бьем сперва на поле А5, а затем на поле H8. Черные вроде бы отыгрывают одну шашку. Мы идем в дамки спокойненько. И затем проводим все три шашки в дамки и строим боевую позицию. Как выигрывать с помощью боевой позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу, кто не знает. Так, рассмотрели первый вариант, план игры. То есть после хода ФЖ7. Также здесь черные могли сыграть ФЕ7. Тогда уже в этой позиции выигрывают неожиданный ход СД2. ФЕ3 ведет лишь к ничей. Ну видите, АБ2 играть бесполезно из-за ДЕ3. И черные проиграют. Поэтому черные играют ХЖ7. Тогда белые играют ФЕ3. И черные здесь могут сыграть либо АБ2, либо ЦБ6. Рассмотрим оба хода. После АБ2 белые также выигрывают с помощью несложного ударчика. То есть играем ЦБ4. Загоняем черных в дамки и подрываем пункт Д6. Бой и бьем на поле Ф8. Грозим выиграть шашку Б4. Черные еще сопротивляются. Но вот здесь белые проводят симпатичную комбинацию. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш. Есть два варианта. Но покажу один, наиболее симпатичный. Играем ДЦ3. Бой-бой. Затем играем ХЖ5. И красиво снимаем четыре шашки соперника. Затем проводим все три шашки в дамки. И выигрываем с помощью треугольника Петрова. Кто не знает, как строит треугольник Петрова, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Так, еще в этой позиции был возможен ход СБ6. Тогда белые играют ЕД4. И видите, БА5 нет из-за простого ДЦ5. Поэтому приходится играть АБ2. Тогда белые здесь проводят вот такую комбинацию. Играем ХЖ5. Бой-бой. И затем бьем именно на поле А5. Черные бьют. И затем проводим еще один удар. Играем ФЖ5. ДЕ3. И бьем три шашки соперника с легким выигрышем. Вот такие варианты. Возможно, были в партии. После хода ЖЖ2 мы рассмотрели ничейный вариант. А все-таки выигрывал здесь ход ЕФ2 именно. Этот вариант указал шашист Роман Котляр. То есть видите, после хода, допустим, ДЕ5 сводим позицию к партии, которую мы только что рассмотрели. То есть Константинов, Воронцов. Ну и здесь ничей нет. То есть ДЦ7, ЖЖ2. И здесь мы уже знаем, как побеждать. Ну и последняя комбинация на сегодня составлена шашистом по фамилии Ковалев. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш белых. Белые начинают и выигрывают ходом ДЦ5. Стоит угроза, поэтому черные вынуждены закрыться. Тогда мы проводим комбинацию. Отдаем одну шашку АБ6. Затем отдаем еще одну шашку. И бьем назад. Пропускаем черные дамки. Затем играем ЕД2, бой. И играем СБ2. Черные бьют три шашки. Кажется, что белым нечем играть. Но на самом деле здесь две шашки легко справляются с целыми девятью единицами соперника. Здесь надо побить хитро. Бьем именно таким образом. То есть два раза перепрыгнули через поле Ф4. То есть здесь возник так называемый турецкий удар. Бесполезно играть шашками. А если... Потому что белые просто выигрывают, обрежут их. А если черные, допустим, ловят дамку, тогда возникает оппозиция одна на одну. Куда бы черные не пошли, одна белая шашка легко справляется со своим оппонентом. Если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите мое творчество большим пальцем и подпиской. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Как говорится, посмотрел сам, поделись с другими. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.